Пушистого всем дня. Это Тая и новости по игре Икар. Обновление 18 недели. Сканеры руды. Поскольку мы готовимся к работе над основными аспектами игры, которые нуждаются в изменении или расширении, например, ветка технологий 4 уровня, развитие добычи полезных ископаемых, улучшение игры на аванпостах или расширение контента миссий, нам необходимо внести некоторые основополагающие изменения. В обновлении этой недели мы представляем сканеры руды, которые являются одним из шагов, необходимых на пути к нашим большим целям. Это был Дин Холл, исполнительный директор студии. Спустя несколько недель после внедрения глубинной добычи полезных ископаемых, как альтернативного способа добычи руд, разработчики решили добавить еще больше месторождений руды и инструменты для их поиска. Месторождение руды На этой неделе увеличено количество возможных мест расположения залежей руды для глубинной добычи в дикой природе. Месторождение руды можно найти во всех трех биомах, каждый из которых имеет свой отличительный внешний вид и соответствующие ресурсы. Это расширит возможности добычи за пределами пещер, но добавит элемент риска, связанный с погодными условиями и затаившимися врагами. Несмотря на то, что количество ресурсов в месторождениях останется на высоком уровне, чтобы их добыча стоила усилий старателей, разработчики внесли коррективы в скорость добычи. Руда низкого уровня добывается быстрее и в большем количестве, а более ценные ресурсы в течение длительного времени. Прежде чем мы сможем приступить к решению задач, связанных с технологиями четвертого уровня и прочим, нам необходимо убедиться в правильности баланса и опыта, получаемого от добычи ресурсов. Эта задача стояла перед нами с самого начала бета-тестирования. Мы продолжаем внимательно следить за вашими отзывами, которые мы соотносим с нашим игровым опытом. Хоть мы и хотим поспешить с развитием технологий четвертого уровня, нам крайне важно постоянно совершенствовать существующий баланс, иначе мы просто усугубим проблемы. Технологии сканирования Сканеры облегчают поиск месторождений руды и пещер для глубинной добычи полезных ископаемых. Эти новые портативные устройства, которые можно разблокировать за чертежи, обеспечивают более эффективный способ исследования карты в поисках ресурсов. Эти приборы предоставляют подробные данные о доступных ресурсах и их местоположении. Наряду со сканером глубинной добычи руды и продвинутым сканером глубинной добычи руды, которые можно найти в четвертом уровне мастерской, также есть сканер пещер, находящийся на третьем уровне. Он обнаруживает пещеры, экономя время, которое старатели обычно тратят на исследование скал в поисках узнаваемых пород. Так описаны эти приборы в статье. На самом деле в использовании они очень неудобны. Сканер пещер начинает работать, когда вы уже достаточно близко подошли к пещере и отчетливо видите вход в нее. У него слабый функционал, а также плохая индикация. Пещеру очень легко пропустить, если вы не смотрите в ее сторону, ведь сигнал срабатывает только когда прибор направлен на нее. Большие незавершенные пещеры он вообще не обнаруживает, а ведь именно в них находится много полезных ископаемых. Вероятнее всего игроки, как и прежде, будут пользоваться картой, ведь у пещер фиксированное расположение, оно не меняется. Многие старатели уже попросту запомнили их местоположение на карте. Сканер глубинной добычи руды показывает путь к ближайшему месторождению. Узнать, какая именно эта руда, вы сможете только когда подойдете к ней. А продвинутый сканер помогает найти месторождение конкретного полезного ископаемого. Когда он настроен на определенную руду, вы можете пропустить другую, просто потому что он ее не обнаружит. Именно поэтому эти сканеры не будут использоваться игроками в текущий момент. Миссия Meridian Extraction. Оператор групп 15. Биом. Речные земли. Предыстория. После обширных геолого-разведовочных работ, исследовательские группы оператора пришли к выводу, что этот регион богат залежами металлов. Они являются одной из немногих групп, имеющих лицензию на экспорт сырья. Миссия. Используя прототип оборудования, необходимо найти и добыть руду в этом регионе, затем доставить ее представителям оператора на орбиту. Условия. Вопросы безопасности возлагаются на подрядчика. По мере роста этой линейки технологий, будут расширяться и специализации, доступные для персонажей. Прохождение миссии на данный момент включает доступ к сканеру из мастерской, причем для каждого персонажа отдельно. Странный подход при условии, что любой предмет можно скинуть в снаряжение. Разработчики просят игроков делиться своим мнением на сайте FutureUpVot, чтобы они могли продолжить улучшать игру по вашему вкусу. С описательной частью на этом все. Перейдем к патч-ноуту. Добавлен новый предмет – сканер пещер, который использует световые и звуковые сигналы для определения местоположения пещер. Звуковой сигнал можно отключить, щелкнув правой кнопкой мыши по сканеру. Добавлен новый сканер глубинной добычи руды, помогающий найти ближайшие глубинные залежи. Точность увеличивается по мере приближения к месторождению. Добавлен новый предмет в мастерскую – усовершенствованный сканер глубинной добычи руды, который дает игрокам возможность указать тип руды, которую они хотят найти, и определить местоположение ближайшего месторождения. А еще сканер отображает два новых вида руды – алюминий и каменный уголь, но в игре их пока нет. Добавлена новая миссия – Meridian Extraction, которая открывает доступ к сканеру из мастерской. Добавлены глубинные залежи руды на открытой местности, во все биомы. Добавлены глубинные залежи руды в большее количество пещер. Исправлены вылеты, которые могли произойти, когда игрок спал во время генерации карты и при использовании DirectX 12. Исправлена ошибка, из-за которой миссия Waterpass Разведка не могла быть выполнена, из-за того, что в инвентаре игрока должно находиться два портативных маяка, а в наличии был только один доступный слот. Теперь портативные маяки можно размещать в стандартных слотах инвентаря. Наконец-то старатели смогут пройти это изыскание. Обновлен талант не с места. Теперь он имеет 100% шанс критического урона для обездвиживания цели при метании ножа. Обновлены изображения для миссии Sandy Bridges Concealment Unnerved Agriculture. Исправлена ошибка, из-за которой прочность ремонтного молотка тратилась, когда он не использовался для ремонта. Исправлена ошибка, из-за которой кнопка трейлера перекрывала меню настроек на главном экране. Изменены названия всех ремонтных молотков на просто молоток. Про деревянный молоток, видимо, забыли, ведь он по-прежнему называется ремонтным. Исправлена проблема, из-за которой молотки из мастерской некорректно отображали значение прочности здания при наведении. Обновлена сетка игровой модели стального топора для улучшения визуальных эффектов. Исправлена ошибка, из-за которой челнок для ресурсов оставлял невидимые коллизии. Исправлено отключение фонарика при падении. Исправлена проблема, из-за которой звук не работал после загрузки последовательности заголовков. Исправлена ошибка, из-за которой электрический глубинный бур не выключался при истощении жилы. Обновлен пользовательский интерфейс заблокированных квестовых предметов в мастерской. Исправлены некоторые случаи, когда длинные названия предметов не помещались на всплывающем окне контейнера. Исправлена ошибка, из-за которой предметы с разной прочностью объединялись. Они должны стакаться только при максимальной прочности. Удалена прочность стрелы болтов, чтобы избежать проблем с объединением в стаке. Теперь стрелы как-то странно отображаются, выглядят как поломанные. Но при этом они работают как раньше, функционально ничего не изменилось. Возможно это связано с этим изменением. Исправлена логика страховки жизни в оффлайн режиме. Исправлено переключение времени миссии в оффлайн режиме. Добавлена поддержка отбрасывания теней для некоторых эффектов удара, например при добыче ресурсов киркой, если установлено легендарное качество теней. Суть этого обновления заключается в том, что разработчики снова исправляют ошибки. Хорошо, что они это делают, но плохо что совершают. Также во время экспериментального патча обнаружилось, что время добычи экзотики работает неправильно. Раньше она добывалась по 3 единицы в минуту. Во время эксперименталки мы могли получить одну экзотику за то же время. Разработчики успели исправить эту ошибку еще во время тестового патча. Радует, что не пришлось ждать несколько недель. По итогу этого обновления мы, к сожалению, получили неэффективные предметы и скучную миссию. Да и в целом механика глубинной добычи руды бесполезная. Слишком уж она медленная. Киркой добывается в разы быстрее. Это грустно или весело? Это? Это печально. Печально, да? Ну все. Спасибо тебе. Такие новости. Это была Тая. Лайк, подписка и звон в колоколец всегда остаются на ваше усмотрение. Удачных вам миссий, старатели! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...